...средний мир Майя, но и на борьбу за власть, разъединяющие великие города государства. Стало понятно, что с третьего по девятый века в мире Майя царили воинственные сверхдержавы. Мы стали повсюду замечать кровь среди иероглифов и рисунков. Они не были мирным народом, а напротив, отличались кровожадностью. Это статуинка пленника, которого аскальпировали, выпотрошили и изуродовали. В его спине привязан хворст для поджигания. Где у Волгфа были определенные группы люфеи, которые готовы были перекрызть друг друга в лодке, воевали друг с другом и опустошали поля. Иероглифы, обозначающие хаос, чук взять в плен, кук разрушить город. Бул, сжечь, чак, обезглавить. Один Майя описал брачную картину. Выселись в горе черепов, и кровь текла репой. На последнем обелиске в Капане великий царь, яш-пасах, вручает скипетр своему преемнику, что означает начало новой династии. Но ее эра так и не началась. Автор этой истории сбежал, оставив обелиск незавершенным. Царство больше не могло терпеть ни правителей, ни художников. Этот регион охватили политические волнения. Редактор субтитров А.Семкин